Добрый день, уважаемые коллеги, что можно добавить после Лиды Григорьевича? Тем не менее, рискну попробовать добавить нечто, что мне кажется важным. Первое. Есть глобальный аспект, связанный с единством, объединением, евразийским пространством и так далее, а есть глобальные правила, в которые нас вписывают. И у меня есть подозрение, что в рамках правил ВТО им по большому счету практически все равно отдельно мы от Киргизии или вместе с ней. Потому что все, что им нужно по-крупному, они получают через эти правила. И отдельно или вместе с Киргизией в рамках этих правил противостоять мы не можем. Нас заверяют, что вхождение в ВТО будет постепенным. Три, а по чувствительным позициям 5-7 лет. Это прямая ложь. Потому что главный вопрос для России, за счет чего мы сегодня живем. За счет чего мы сегодня живем? За счет брызг от нефтяного дождя. По технико-экономическим обоснованиям целого ряда проектов 90% нефти должно идти на компенсацию затрат инвесторов. А затраты инвесторов что? Это заказы на технологическое оборудование прежде всего и обеспечение. И только 10% прибыльная нефть. Значит, для России что важнее? 90% или 10%? 90% в законе о соглашениях о родиле продукции в 1997 году, если не ошибаюсь, была включена норма о том, что не менее 70% оборудования и услуг по СРП должны поставляться российскими производителями. Не менее 70%. А позднее включили норму о том, что при присоединении к ВТО эта норма перестает действовать. Все. Сегодня Совет Федерации надушно, клуб миллиардеров, ратифицировал. Там три человека, по-моему, такого сдержавателя против боя. Из 114 проголосовавших хоть кто-то думал, понимал, что вот сейчас мгновенно обрубается ключевой механизм протекции российскому производителю, на основании которого был какой-то шанс возродить оборонную промышленность. Потому что оборонная промышленность не может жить только за счет государственных оборонных заказов. Она должна подпитываться, с одной стороны, высокотехнологическим фоном всего машиностроения, а во-вторых, двойным заказом, заказом гражданской продукции. На те же газоперекачивающие установки, на те же плавучие стационарно-бровые платформы и так далее. Так вот все, с сегодняшнего дня этой протекции нет. Значит, я должен добавить для тех, кто спросит, а почему, как бы, вот раньше все равно не реализовывалось. Раньше не реализовывалось потому, что в обычном законе о недрах у нас этой протекции нет изначально. И поэтому западные корпорации, стремящиеся взять под свой контроль наши природные ресурсы, просто предпочитали работать не на условиях СРП, а на условиях, договоренность с нашими корпорациями. И, главное, внимание, ожидать. Все знали, что с момента, когда нас милостиво допустят в эту мышеловку, с этого момента все, они при поддержке своих правительств, вместе с своими производителями технологического оборудования, поставщиками услуг, придут сюда и возьмут все, что захотят. И я предполагаю лавинообразный рост уже не лицензий, там, на 7, на 5, на 10 лет, а долгосрочного договора в соглашениях раздвипродукции на 30-50 лет, уже без обременения протекции российскому производителю и без какого бы то ни было шанса иметь мощный источник инвестиций в подъем нашего мышностроения в конечном счете нашего социологического реального сектора экономики. Вот существо дела. В этой связи, если мы говорим о целях, присоединяясь к тем целям, которые сформировал Леонид Григорьевич, я хотел бы все-таки подчеркнуть, что есть еще одна цель. Я, честно говоря, не разделяю панических настроений многих, кто говорит, что прямо сейчас осенью все взорвется, нет. Предвидя такой куш, такую возможность взять все оптом, я думаю, на какой-то период они постараются обеспечить стабильность, все вместе дружно. В этой стабильности у нас сейчас заинтересованы все. Для того, чтобы спокойно, не торопясь, взять под контроль наши природные ресурсы оптом и лишить нас возможности любую демократически пришедшую власть через 10-20 лет взять и изменить курс. Вот с сегодняшнего момента, с момента вступления в БТО, ничего не меняется в курсе. Но будущая власть, пришедшая сколь угодно демократическим путем, напрочь лишается возможности маневра и радикального поворота в экономическом и социально-экономическом курсе. Вот это принципиально, мне кажется, важно, чтобы все это понимали. В этой ситуации, мне кажется, принципиально важным искать возможность, дать возможность нам или тем другим, кто придет завтра к власти, и попытать провести альтернативный курс, найти возможность вырваться из этой мышеловки. А вырваться из нее будет непросто, потому что условия в БТО, это вошел, выйти не можешь. Ты должен компенсировать всем, кто пострадает от изменения условий торговли, а в данном случае даже от изменения регулирования нашего внутреннего рынка, ты должен будешь компенсировать им все их издержки. И что окажется чисто материально дороже, вообще никто не знает. Я предвижу ситуацию, когда нам еще на какой-то срок, пока будут делить ресурсы, пока будут проводить вот эту программу приватизации, нам обеспечить некоторую стабильность, какие-то брызги нефтанного дождя будут падать на наше население, и будет происходить не взрывной процесс, будет происходить деградация, связанная с тем, что наши мозги, наши руки, инженерные, конструкторские, научные кадры никому не будут нужны. В рамках ВТО в России что-то производить будет радикально невыгодно. Это будет постепенный процесс деградации. В рамках этого процесса деградации до поры до времени будем мы едины, огромные Евразии, или поделены на части, окажется даже не столь принципиально важным. Хотя, еще раз подчеркиваю, я поддерживаю предложение Леонида Григорьевича. Но, еще раз, без вопроса о содержании, о том, что мы должны найти способ вырваться из этих лагов, с моей точки зрения, все лишается смысла. Потому что нас довести до уровня африканского можно и в рамках всего Евразийского Содружества. Соответственно, мне кажется, сегодня надо искать способ признать, начиная с какого-то момента, все это недействительным, нужно готовиться работать на это сейчас, все это недействительным, изначально коррупционным, фальсифицированным и так далее. И тогда все это выводит нас на президентские выборы и парламентские выборы. Значит, признать вот эту ратификацию, а ратификация в Думе была с перевесом всего порядка 20 голосов, вообще, во всех международных судах, как угодно еще и так далее, хотя, понятно, там торжествует неправда, но все равно необходимо будет искать какие-то эти аргументы, возможно будет только в случае, если мы будем раскручивать назад цепочку узурпации власти. Я, честно говоря, просто не вижу другого пути. Потому что иначе мы должны будем выступать как дольная корова, компенсирующая всем все за то, что мы согласились войти в мышеловку. Значит, вот этот вопрос, мне кажется, принципиально. Мы должны продолжать бережно собирать каждое свидетельство, каждый документ фальсификации. Мы должны беречь свидетелей, мы должны, я не знаю, развернуть сейчас компанию, на местах везде собирать устные, письменные, не предъявлять их широко, но собирать, коллекционировать, собирать, беречь каждое свидетельское показание, потому что завтра они нам могут потребоваться. И вторая часть вопроса о том, как объединяться, организовываться и так далее. Я не уверен, что формальное объединение сейчас, какую бы то ни было структуру, является полезным, целесообразным, нужным и так далее. По той простой причине, что мы прозрачны насквозь. Любой ортомеханизм, который мы заявляем сейчас, любая конфигурация политических сил, фигур и так далее, сейчас заявленная будет являться фальстатом. С моей точки зрения, единственный способ здесь чего-то добиться, это постоянно взаимодействовать, развиваться всем самостоятельно, что называется, мирно конкурировать. И постоянно вырабатывать разные варианты конфигурации, не заявляя никакую, как окончательную. Вот когда будет момент, когда нужно быстро сосредотачиваться, вот тогда все должны будут быть готовы к быстрой концентрации и быстрому конфигурированию. Но не нужно торопиться делать это сейчас. Все, спасибо. Спасибо.